всем привет кто в записи если вдруг записи все таки это будет где-то выложено всем привет сегодня у нас с виктором белкиным витя привет привет всем так ведь я не нашел сейчас тему заявленную можешь как ты ее чувствуешь сейчас озвучить я пока звук выключу у нас тема была как отделить зерна от плевел вот что их возможно отделить только познав себя познав истину кто ты есть только так ты можешь отделить истину от лужи вот такая тема и вторая у нас тема была как людям увидеть что они живут в мире построены как увидеть что мы живем в деструктивной системе вот такая тема если у вас уже есть вопросы по поводу этого можете в чате писать я буду озвучивать и предлагаю включается с камерами нас достаточно много тут сейчас даже в зуме 80 человек и с включенными камерами мы как в одном пространстве будем друг друга чувствовать видеть вот и мы напомню что тут есть реакции вы можете всегда реакциями еще с пользоваться типа таких в ютубе этого не будет видно к сожалению хорошо ну что давайте тогда начинать видеть что давай тебе дам слово вот подключаться и наверное такой в таком режиме пойдем хорошо буду говорить о том как я это вижу как я это проживаю сейчас вот мы уже касались этих вопросов просто освежу немного что все построения которые у нас были они просто разрушились разрушились рассыпались рассыпались и поместили нас в полную неопределенность состояние когда ты четко видишь что реальность разворачивается из тебя то есть остался только ты по сути все остальное все остальное что было простроено и в чем ты жил она просто рассыпалась и сейчас идет как бы адаптация вот в этом новом пространстве неизвестности неизвестности то есть идет глобальный переход в новую систему в которой то что вот заявленная тема была о о том что зерна от плечи можно отделить только познав себя кто ты есть кто ты есть потому что по-другому если ты не осознаешь себя ты находишься все время в информационном поле и если ты ассоциируешь себя со своим умом то ум все время улавливает информацию и он ее постоянно рассматривает рассматриваем генерирует эмоции генерирует эмоции генерирует свое отношение и это и простраивает реальность которой мы живем когда ты осознаешь себя и не ассоциируешь себя с умом ты можешь пропускать эту информацию не реагируя на нее и осознание себя дает возможность пребывать в этом моменте в этом моменте то есть это моя четкая позиция я на украине я в киеве я двигаюсь все время по украине все время то есть я осознаю реальность но у меня позиция такова что я могу из места и времени где я нахожусь делать для мира для близких и для себя все никаких мнений никаких оценок никаких осуждений никакой двойственности есть чистое действие которое произвожу в этом моменте то есть это дает мне возможность вообще не рассматривать в принципе что там правда что там ложь потому что я отталкиваюсь от реальности которая вот передо мной и которая внутри меня я действую из этой реальности потому что я осознаю что вот это для меня истина истина то что я делаю то что я несу в этом мир и какую пользу пользу своими действиями я приношу и я называю это действие то есть действовать из духа из духа то есть ты находишься все время в состоянии целостности состоянии целостности не двойственности из этого состояния живешь вот эта позиция которую но которую я вижу это единственная в принципе объективная позиция которая не заставляет тебя все время решать как относиться к этой информации как относиться и к этой информации правда ложь потому что это многомерность сейчас просто движется сквозь сознание огромными потоками вот через коллективное сознание и противостоять этому можно только осознавая себя вот вот это я выразил позицию из которой я живу вот так вот давай тогда может быть по поводу осознавания себя тут немного эту тему раскроем как ты ее чувствуешь видишь эти действия которые делаешь они же ну не просто как в моменте приходит это она исходит из того как ты себя вообще осознаешь в целом то есть в целом ты себя осознание 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 себя это безграничность это безграничность то есть нету я и мир я осознаю себя вот пространством пространство осознающее себя пространство осознающее себя действие которое право произвожу то есть я могу сказать так что для меня предназначение – это то, чего ты не можешь не делать. То есть есть вещи, которых я не могу не делать. То есть я проводник. Проводник потока. Проводник потока энергии, которую я провожу при помощи инструментов, которые у меня есть. Через те практики, которые я делаю, я провожу определенные энергии. Которые гармонизируют, которые выводят в состояние, то есть они передают мое состояние, они выводят как бы человека, который практикует в одном поле, в состояние тоже, состояние внутренней тишины. То есть состояние внутреннего безмолвия для меня – это и есть состояние равновесия, состояние, в котором вся наша ось находится в сбалансированном состоянии. То есть мысль, чувство и тело, или дух, душа и тело действуют как одно целое, и это проявляется в нас как состояние внутренней тишины. То есть и я через эти практики провожу этот поток. И в принципе остальное время я нахожусь в этом состоянии все время, в состоянии этой целостности, этой тишины. И это является, для меня это и есть осознанием себя, осознанием себя как целостного существа, не отделенного ни от чего, то есть безграничного, осознающего себя, как находящегося повсюду. Для меня это вне личностное восприятие, можно так сказать. Спасибо. Да-да, на секундочку. Ребят, я предлагаю тут уже на этом этапе посмотреть, какие у вас вопросы есть касательно, я думаю, вот этой обстановки и действительности, в которой вы оказались. И того информационного потока, в которой, ну так или иначе, понятно, что у каждого свой немного поток, но тем не менее есть. И какие там из этого потока у вас вопросы, возможно, появляются? Может, сейчас попробуем прямо в этом эфире поискать, как в целостность выйти из этого? Смотри, тут есть вот интересные моменты, которые я хочу как бы озвучить. То есть хаос, хаос как высший порядок. Это очень удивительно. Когда вот все рассыпалось и находится вот в состоянии неопределенности, я наблюдаю, то есть просто вот в прямом эфире наблюдаю, что вот этот хаос – это высший порядок, в котором все идеально находится на своих местах. То есть вот эта вот реальность, потому что мы находимся как бы, ну война, она висит в пространстве. Это и факт, можно так сказать. Но ты из себя, из своего состояния четко разворачиваешь свою индивидуальную реальность. И твоя индивидуальная реальность, в которой ты движешься и воспринимаешь, она четко исходит из твоего состояния. То есть твоя внешняя реальность до пикселя соответствует твоему внутреннему состоянию. Вот это вот главный момент, который стал очевиден. Очевиден, как ты разворачиваешь среди этого хаоса, изнутри своим состоянием, свой вот этот вот индивидуальный поток, который ты воспринимаешь. Потому что здесь он у каждого свой, у каждого, то, что ты воспринимаешь перед собой, вот этот туннель, коридор реальности, он излучается из тебя. И даже если вокруг война, ты, если твое состояние сбалансировано, ты находишься в состоянии равновесия, то ты своими волнами собираешь четко реальность, которая будет соответствовать твоему состоянию. То есть это будет сбалансировано в нужное время, в нужном месте, нужные события будут идеально выстроены. И выстраивает их дух. Дух, как то, что находится повсюду. То есть твоя часть, которая видит все, которая осознает все. Если ты находишься в этой своей части, в духе, то твоя реальность будет выстроена идеальным, оптимальным образом. Да, да, это тут бывает. Сейчас уберем. Вот этот главный момент, он очень важный сейчас для понимания. Очень важный. Ключевой. Ключевой. Так, тут вопросы. То есть у каждого своя индивидуальная реальность? Да, абсолютно индивидуальная реальность. Которую ты разворачиваешь из своего состояния. Потому что реальность, она на квантовом уровне развивается. На уровне полевом, из которого мы своим мышлением и своими эмоциями и своими действиями порождаем реальность. То есть ты своим мышлением, своим состоянием порождаешь внешний поток, свой именно поток, свой. То есть внешняя реальность четко выстраивается из твоего внутреннего состояния. Это ключевой момент. Вот так вот. Поэтому даже на одних и тех же, на одной и той же дороге люди встречают разные обстоятельства, зависящие только от твоего внутреннего, что ты чувствуешь в данный момент, в каком состоянии ты находишься. Все, это важнейший момент. Когда вот жизнь, она налажена, это очень трудно отслеживать. Потому что оно все простроено и нету состояния. То есть состояние неопределенности мы вынуждены искать, путешествуя, отправляясь, ища обстоятельства, которые будут новыми, где ты будешь познавать себя в абсолютно новых качествах, в новых обстоятельствах. А тут все, тут сама реальность, все, что было простроено, оно разрушилось. И мы автоматом оказались именно в таких условиях полной неопределенности. То есть хаоса. И в этом хаосе ты видишь, как ты выстраиваешь коридор реальности. И в этом коридоре ты видишь, как одно событие перетекает в другое. Как встречаешь ты нужного человека, который приводит тебя к нужным обстоятельствам. Они складываются, идут сюда, сюда. То есть разворачивается идеальная реальность. Ну, если состояние твое соответствующее. У меня, например, удивительно то, что у меня развернулось все, что я хотел, в принципе. У меня появился зал в новом городе. То есть меня пригласили в новый город. Там у меня есть зал, в котором у меня есть группа. Появились люди. Я онлайн никогда не проводил. Люди попросили онлайн. Набралась огромная группа. И оно одно к одному, одно к одному. А я-то вижу, что это все исходит из меня четко. Я внутрь смотрю все время. Я осознаю свое состояние непрерывно. То есть дух – это то, что видит все. Видит, осознает, как меняется состояние. Видит, какие мысли проявляются внутри. И как они потом разворачиваются в твоей реальности. И я вижу, что твоя внутренняя реальность, она пиксель в пиксель совпадает с тем, что с тобой происходит вовне. Это настолько важно, что это просто над этим надо как каан забросить. Потому что вот к этому я еще скажу один момент. Иисус сказал, что без воли Отца Небесного с человека не упадет ни один волосок. Понимаешь? То есть это вот эти два понятия, их можно вполне свести. То есть невозможно человеку, который вот не в духе, ему это видение дать. Невозможно. Потому что сразу появляется противоречие. А почему с этими вот это происходит? А почему с этими вот это происходит? А почему с этим все нормально, а у этого пида? А вот так вот. Это куча многоуровневых факторов, но они все совершенны. То есть все происходит по воле Божьей и изнутри также проецируется как внутренняя реальность человека. Вот так вот. То есть я это вижу, для меня это как бы очевидно. Вот так. Ведь тут вопрос, как войти в это состояние потока или как до этого дойти? Ну, это и есть, то есть что такое духовность, по сути? Духовность невозможно описать словами. То есть духовность – это нахождение в духе. А где дух? Где дух? Он всегда здесь. Всегда. Мы всегда в потоке. Мы всегда здесь и сейчас. Тут вопрос, почему мы не осознаем, что мы в потоке. И вот это главный вопрос. Что мы все время в потоке. Мы все время здесь и сейчас. Мы все время в духе. Но нам не дает это осознать. Наши желания, наша неудовлетворенность и думание, что мы должны где-то быть в другом месте. Наши страсти, наш постоянный непрекращающийся внутренний диалог. То есть все это – это как внутренний шум, который заслоняет от нас то, что мы все время всегда на своем месте. Всегда. Всегда. Мы там, где должны быть. И если мы расслабимся и доверимся силе, которая нас ведет, просто доверимся. То есть я не знаю, как со мной это произошло. То есть я осознал в жизни, я пришел к состоянию беспомощности. Потому что куда бы я ни направлял свои стопы, я как бы в конце концов терпел неудачу, разочарование. И я понял, что я как личность, я не знаю, что делать, куда идти. И я обратился к своему духу, к силе, которая в зачаточном состоянии как-то до меня добирался, достукивался изнутри. И я доверился этой силе. Это процесс. Но первое, что я доверяю силе, я доверяю силе, которая меня ведет. Которая ведет меня по тропе с определенной целью. И я учился доверять. Сейчас я безоговорочно доверяю этой силе. То есть я знаю, что то, что должно для меня быть сделано, оно будет сделано всегда. Это как моя огромная внешняя реальность и обстоятельства. Они складываться будут идеальным образом. Все. Я полностью доверяю силе. И вот это вот, это ключевое знать, что ты на своем месте, что ты там, где должен быть и проживаешь то, что должен проживать. И если ты этому доверишься, ты сразу окажешься в потоке. Ты начнешь видеть знаки, которые дух перед тобой все время. Все время вовне знаки и внутри знаки, как некие озарения, как некие мысли. И вот на этом стыке, вот послушайте, это ключевое. Ключевое на этом стыке твоего внутреннего мира, твоих мыслей, твоих чувств. И внешнего как бы мира того, что происходит вокруг тебя, вот на этом стыке, и происходит диалог с Богом, с твоим высшим Я. То, что внутренний мир, он все время соответствует внешнему пространству. И вот когда ты осознаешь, что внутри, вот у тебя мысль какая-то всплыла, вопрос, а тут человек мимо проходит и говорит фразу, которая четко отвечает на вопрос. И ты просто, как, подожди, как это, то есть я внутри задал вопрос и мгновенно получил ответ от человека, проходящего мимо. То есть и у тебя идет как, то есть внутреннее и внешнее. Если ты осознаешь, что это одно и то же пространство, то ты видишь, как они между собой коррелируются. То есть если ты это осознаешь, то ты начинаешь видеть, где тебе притормозить, где ускориться, где, то есть все начинает, но это требует тотальной осознанности. А тотальная осознанность приходит из доверия, что ты там, где ты есть, и проживаешь то, что должен. Вот так вот попасть в поток, в принципе, можно без практик, потому что ты все время в потоке, ты должен это осознать просто и научиться быть бдительным, полностью тотально осознающим происходящее как внутри, так и вокруг. Можно сказать, что это и есть практика. Да, это и есть практика. Ну, я сказал бы так, что все практики, которые, техники, практики, они необходимы, чтобы прийти вот к этому, к своему естественному проживанию, естественному проживанию в Боге, в Духе. То есть эти все практики, которыми мы занимаемся, это костыли, приводящие к твоему естественному состоянию. Почему? Потому что очень сложно, очень сложно сразу отпустить все, что там внутри. Ты понимаешь, вся боль, страдания, она же фонит все время, фонит. И вот этот фон создает этот шум, который тебя все время выдергивает из этого момента. Практики любые, вот каан, йога, цигун, они дают возможность прочистить систему. Когда система прочищается от боли, от стрессовых блоков, от детства, от всего, ты становишься внутри пустым. И как бы эту силу, эта сила, сразу дух наполняет пространство твое внутри. Ты осознаешь, что внутреннее и внешнее – это одно и то же единое пространство. И все. И ты не просто на своем месте, ты осознаешь, что другого-то места больше нет. Его просто нет, у тебя выбора нет. Человеку кажется, что он может быть где-то еще. Да не можешь быть ты, потому что тебя ведет так или иначе сила. Но ты все время от нее отворачиваешься, отворачиваешься. У тебя есть свои планы, свои желания. Обо всем мнение есть. Ну и что? Это и есть страдания. Ты понимаешь, что систему надо очистить. И тогда она автоматически подключается все к осознанию, что ты на своем месте, и ты единое сознание, которое осознает себя. Все, и из этого ты движешься на всех уровнях. Тут как раз вопрос может быть немножко глубже. Эта сила что-то вне вас, вне тебя? Ты там говорил по поводу, что это вовне иногда приходит как ответ. Это очень интересный вопрос, потому что эта сила, она и внутри, она повсюду. Но из личности, смотри, личность – это структура, отделяющая нас. То есть это как персональная капсула, состоящая из программ, которая не дает тебе возможность увидеть то, что ты все время в этой силе. То есть что ты, она и есть. Да, вот это можно сказать, что это ты и есть. Это ты и есть. Но пока ты не осознаешь, пока не выйдешь из всех программ, повторяющихся изо дня в день в твоем поведении, в твоих мыслях, то есть эти программы не дают возможность это увидеть. Когда программы растворяются, все ты осознаешь, что кроме тебя никого нету. Конечно, ты и есть эта сила. И кроме нее ничего здесь нету. Ничего. И никого больше. Что это доверие? Тут еще вопрос. Как это доверять? На примере. Вообще, что это доверие? Как это вот так вот звучит вопрос? Доверие – это осознание того, что мир вокруг, вот то, что мы видим вокруг и внутри себя – это единое пространство Бога, можно сказать, Духа или силы. Просто сила, которая движет всеми живыми существами. Всеми, без исключения. Это то, как я вижу, я выражаю свое видение. И когда ты осознаешь, вот как Иисус сказал, что ни волосок не упадет без воли Божьей, то есть на все воле Божьей тебя ведет Дух. Он тебя ведет. И ты доверяешь. Вот сейчас, скажи, я доверяю тебе, что я здесь, что я проживаю то, что проживаю, и это мне во благо. То, что я проживаю сидя, даже если сейчас мне больно, я должен это прожить. Просто тут осознание, если ты доверяешь и проживаешь, и отпускаешь это, то это идет во благо. Но все идет во благо, просто есть неосознанная позиция личностная, где мы все время делим мир на добро и зло, на хорошее и плохое. А Душа, она не делит мир, и Дух не делит мир. Это Дух видит все из опыта. То есть мы проходим опыт. И каждый выбирает и проходит свой опыт. Свой опыт. Поэтому реальности настолько разные. Я доверяю силе, которая меня ведет. Вот и все. Просто довериться. Вот как, например, другу. Вот ты знаешь, что друг, он твой друг, он тебя никогда не подведет. Он свою жизнь отдаст за тебя. Вот как ребенка возни. Вот ребенок, за которого ты жизнь отдашь. Ребенок на тебя смотрит, как на отца. Вот что такое доверие к Богу. То же самое. То же самое. Ты просто доверяешь, что тебя ведут нужным путем тебе. И ты проживаешь то, что ты должен прожить. Вот и все. Просто по мере очищения твоя реальность, естественно, становится более чистой, более радостной, более счастливой, более любящей. Ну, как-то так. И в этом доверии ты входишь в полный резонанс, а потом и в осознание себя, как этой силы. И уже вот то, что я вначале говорил, ты понимаешь, что из тебя все исходит. Из тебя исходит. Все, что с тобой происходит, исходит из тебя. Потому что на уровне духа ответственность берется автоматически осознанием того, что кроме тебя, кроме силы, ничего нет. Больше не на кого ответственность переносить. Поэтому все, что происходит внутри меня, это и есть моя реальность, которая разворачивается во внешних событиях. И при этом это могут быть очень большие субъективные процессы внутренние, каждого свои. Субъективные процессы, да, пока, естественно, потому что если у тебя постоянный внутренний диалог, если ты постоянно о чем-то думаешь, а мысли – это прямая связь с эмоциями. То есть каждая мысль идет эмоциональная реакция на каждую мысль, на каждую мысль. И сейчас в этом информационном потоке просто человек все время находится в состоянии реакции. Реакции надо прекратить. Если ты хочешь гармоничную реальность, потому что если ты внутри все время эмоционально реагируешь, то, естественно, это будет проявлено во внешних событиях. Если ты не реагируешь и оставляешься в состоянии спокойствия и милосердия, то есть у меня специфика, я не рассматриваю такое понятие как сострадание. А милосердие, что я могу сделать для мира? Что я могу для него сделать прямым действием? Этому человеку чем я могу помочь? Этому я могу словом обнять? Этому деньгами могу помочь? Этому подвести? То есть я спрашиваю себя, чем я могу помочь миру? Все, это единственный вопрос. Но я не опускаюсь эмоционально и не поднимаюсь вместе с миром. Не чувствую, то есть не поднимаюсь в этих страданиях и не падаю в этой боли. Нет, я остаюсь уравновешенный и действую. Вот такова моя позиция. Слушай, тут есть вопрос такой. В чем разница довериться потоку и опустить на самотек? Все. На самотек? Нет, ты доверяешь потоку. Есть такая интересная притча, она очень коротенькая. Гервиш с учителем останавливается на ночлег. И два верблюда ученик берет и не привязал их, бросил. И утром они встают, верблюдов нет. Ученик говорит, вот я доверяю Богу, а верблюды пропали. А учитель говорит, доверяй Аллаху, но не забудь привязать своего верблюда. Понимаешь разницу? То есть я доверяю потоку, но я четко делаю то, что от меня зависит. Вот передо мной реальность. Смотри, я еду на машине в путешествие через страну, в которой идет война. Я точно знаю, потому что я доверяю духу, что меня везде пропустят. Везде обстоятельства сложатся идеальным образом. Я это знаю, это внутреннее мое состояние, потому что я доверяю духу. Но я сконцентрирован на дороге, я объезжаю все ямы, я пропускаю вперед людей. Я четко сконцентрирован на том, что я делаю. И поэтому моя дорога проходит безупречно. Если бы я пустил все на самотек, то я бы перестал делать действия, которые от меня требуют прямо вот передо мной. И это не было бы уже безупречностью. То есть это абсолютно разные понятия. Доверять духу и делать все, что ты можешь сделать. У Суфьева еще есть такая. Позволь всему, что для тебя должно быть сделано Богом, будет сделано. Позволь. Но делай то, что ты должен сделать сам. Вот и все. Все просто. Ну, понятно? Да, да. Понятно, понятно. Микрофон выключен. Вопрос тут есть в чате еще. Все ли существа, присутствующие на Земле, могут идти путем духа? Это очень-очень сложный, но, с другой стороны, очень наглядный вопрос. Очень наглядный. Потому что раньше мы могли вести дебаты какие-то по поводу, вот кто-то считает, что есть люди там без души, а другие говорят, как это без души, у всех есть душа. Даже у нас с тобой на эту тему были, как бы, дебаты. Но, посмотри, душа или дух. Дух – это сила, которая находится в основании всего. То есть дух – это эквивалент жизни. Дух – это то, что наделяет всю жизнь. То есть, вот я смотрю на любое живое существо, оно живое. То есть, в нем уже есть дух. Существа, которые приходят и убивают, просто убивают. То есть, тут автоматом вопрос. Подожди, живой человек, он не способен на такое, потому что убийство разрывает ткань бытия. Убийство, если ты осознаешь, что кроме тебя никого нету здесь, что ты единая сила, что Бог в тебе, и ты есть, как бы, Он. Как ты можешь лишать его тела, другого человека? То есть, в этом ответ кроется, понимаешь? Я считаю, что люди, которые так поступают, они имеют какую-то другую природу. Какую-то другую природу. То есть, они не ощущают своей связи с жизнью. И душевные качества их либо повреждены, либо они находятся в каком-то ином состоянии и ими движут какие-то некие другие силы. То есть, я не могу сказать, для меня это, ну и для многих очевидно, что человек не способен на такое. Живой человек, у которого душа проявлена. Вот так. Поэтому я считаю, не всеми, не все. Может, многие пришли сюда с какими-то другими целями. Вот не пробудиться, а вот создать некий контекст для того, что сейчас происходит. Потому что, на самом деле, вот посмотри, мы ждали этого перехода. То есть, как бы, эта информация, она в духе уже звучала давно, но мы ее ждали каким-то возвышенным путем. Как это будет происходить? Что-то такое прекрасное, волшебное. А она пришла вот в таком виде. То есть, у нас сейчас нет выбора, кроме как войти в дух, войти в целостное сознание единое. Нет выбора. Потому что на всех других уровнях ты будешь уязвим для лжи, для обмана, для насилия. Ты не сможешь разобраться. Ты вынужден будешь все время за что-то цепляться, чему-то верить, чему-то не верить. Только в духе ты можешь исполнять, как бы, волю Божью в действии. В действии. Не в болтовне, а в прямом действии. Как ты проводишь через себя, как проводник, волю Творца? Как ты ее доносишь до людей? Как ты взаимодействуешь с этим миром? Какую пользу ты сейчас несешь для общего дела? А общее дело наше – это переход в новое сознание, в новую реальность. В принципе, я вижу, что мы для этого здесь. Но, может, есть силы, которые создают вот этот контекст. Ты понимаешь? То, чтобы мы мирным путем не смогли. Мы не справились. У нас было время перейти другими способами. Мы дотянули все до красной кнопки, до войны. Только так до нас сейчас дойдет. Ты понимаешь? И мы видим, что из людей всплывает. Что в коллективном сознании накопилось, и как оно должно сейчас подняться. Ну, теперь, я не знаю, вот индивидуально. Если у человека скрыта боль, там внутри страдания, их надо поднять. Это процесс очень тяжелый. Их надо поднять, прожить, отпустить. И тогда человек освобождается. Сейчас это происходит со всем человечеством. Проработки, освобождение от всей тысячелетней этой боли и страданий, коллективного, бессознательного. Ну, я так вижу. В моем восприятии это не тяжелый процесс. Но я думаю, для тебя тоже это не слишком тяжелый процесс. Поэтому я тут тоже могу предложить всем пересмотреть вот эту тему, что это тяжело и сложно, в то, что это может быть просто. И все равно мы через это все проходим. Поэтому можем пойти по вот этому пути, когда просто. Просто когда ты уже так, когда ты вот ухватил что-то в духе, ты просто освобождаешься от этого. Да, это действительно простой процесс. Пока еще есть вот эти цепляния за боли, то может быть и по-другому. Тут, кстати, есть вопрос по поводу боли. Прости, что перебил тебя. Как если боль перетягивает на себя все внимание? Ну, мы в ретрите там даем практику определенную. Может быть, сейчас кто смотрит, не участвовал, не видел этот эфир. Как ты видишь, как ты можешь сказать? С этим не нужно просто отождествляться. Нужно осознавать и отпускать. То есть в практике это просто я делаю. То есть когда мы практикуем, дышим, цыгуним, ежимся, всплывают из глубин, всплывают. И злость может всплыть, и боль может всплыть. И у многих это происходит. Ты просто осознаешь этот процесс, ты с ним не отождествляешься. Он поднимается, как дым. Ты всегда больше, мы всегда больше, мы безграничны. Мы в себя вмещаем все, всю Вселенную мы в себя вмещаем. И боль не может быть больше нас. Ее надо просто научиться осознавать. Осознавать, как только мы освещаем этот уголок, свою тень. Все. Все. Она становится беспомощной. И теперь мы, осознавая, отпускаем ее. Просто как дым. Осознал, отпустил. Осознал, отпустил. Она может быть в проживании. Ты можешь проплакаться, прозлиться. Но если ты осознаешь этот процесс, что просто всплыл стрессовый блок, ты его прожил и отпустил. Все. Раз и навсегда. Если ты отвернулся и опять его проигнорировал, то ты опять будешь проживать. То есть, когда мы уходим от боли, уходим, отворачиваемся, заедаем ее, запиваем алкоголем или еще чем-то компенсируем, мы опять будем к ней возвращаться. Лучше один раз встретиться с ней лицом к лицу, как и с любым своим страхом. У меня так. Если я чего-то боюсь, я ломлюсь именно туда. Вот именно туда, чего боюсь. Я именно туда и двигаюсь. Сразу. Мгновенно. Туда. Тоже с болью. Как только я увидел, я сразу иду навстречу ей, осознаю, откуда она идет. Что она, что это такое. Вытягиваю эту ниточку, осознаю ее и отпускаю. И она уходит раз и навсегда, как фантом, пук и все. Дополню, тут такая есть фраза в йоге, что настоящая йога начинается тогда, когда отпускаешь контроль над своим страданием. Да. А йога, смысл вообще слова, это исцеление. То есть можно прямо напрямую взять эту фразу, что настоящее исцеление начинается тогда, когда отпускаешь контроль над своим страданием. Потому что мы не все это. Все. Дать этому всему, да, отпустить полностью. Отпустить, перестать отождествляться совсем. Раз отождествляться, да. Я думаю, можно перейти ко второму уже тезису и вопросу, как осознать то, что мы живем в реальности, которая создана... Которая построена не нами. И тут еще один вопрос, уже, я думаю, он сюда. А какая будет новая реальность тут же, сюда же, в эту тему? Смотри, тут вот интересный пример есть. Я такой пример приведу. Из маркетинга. Потому что вот, если человек ухватит, тут надо, я хочу просто включить вот эти вот размышления, чтобы человек глубже погрузился в размышления на эту тему. На тему маркетинга. Простой пример. Вот мы заходим, например, в магазин, в любой. Тебе нужно порошок стиральный. Выбрать. Там есть пять видов порошка. Вот что я знаю о стиральном порошке? Я не знаю ничего о стиральном порошке. И не знаю, какой мне нужен. То есть я перевожу пример, который мы перекладываем потом на все. Кто знает, кто предложит мне тот порошок, который я выберу? Его предложит реклама, маркетинг. То есть, когда в моем сознании из пяти порошков, которые я не знаю, всплывает реклама порошка одной из них и рассказывает, как он крут, как он тебе нужен. Человек в большинстве случаев по незнанию просто потому, что он не знает, что выбрать. Ему предлагается выбери вот это. А теперь перевожите на всю реальность. Что нам нужно? То есть, разве мы знаем, что нам нужно? Вот изначально. Что нам нужно? Мы не знаем, что нам нужно. Нам мир предлагает, что нам нужно. И это уже заложено в системе ценностей. То есть мы рождаемся и входим уже в готовый, построенный мир. А наш мир построен так, что мы входим в систему ценностей. В систему ценностей, где есть деньги, где тебе важно образование. Для чего тебе образование? Чтобы получить профессию. Для чего тебе профессия? Чтобы зарабатывать деньги тем, что ты будешь делать. То есть, вся система, вся реальность уже простроена. Ты в нее входишь. И она оказывается в тебе, как в твоем мышлении. Мы об этом говорили, что это как голос в голове, который тебе рассказывает то, что тебе нужно. И мы считаем, что это нормально абсолютно. Мы принимаем все эти ценности, как само собой разумеющиеся. Но, когда ты осознаешь себя и понимаешь, что мне для жизни вообще ничего не нужно. Во мне счастье, во мне радость, во мне любовь. То есть, ни один вешеный объект не может вызвать во мне отклик. Потому что все находится внутри меня. Убери все. Я буду все равно в состоянии целостности и в состоянии любви. То есть, мне ничего не нужно для этого. Так вот, перекладываем этот маркетинг. И осознаем, что вся наша реальность, особенно сейчас, особенно во время войны. То есть, я не буду конкретно вдаваться. Это размышления. Она строится. Представьте, что нету ничего случайного. Ни в информационном потоке. Ни в том, что происходит. То есть, есть маркетологи, которые рекламируют Pepsi-Cola, Coca-Cola. А есть маркетологи, которые строят для людей реальность. Строят для людей реальность. Они ее строят таким образом, чтобы ввести к целям, которые известны только им. И для меня это очевидно. Я просто хочу, чтобы люди научились критически относиться к реальности, которая перед нами. Вот, очевидность говорит, что кто-то с кем-то, вот, с какими-то целями. А если ты более широкую картинку видишь, ты осознаешь, что все не совсем так, как нам это все преподносится. Вот так вот. И даже совсем не так. И это относится ко всему, ко всей реальности, которой мы живем. Социальная реальность, построение мира. Это все простроено архитекторами, сценаристами. И только осознав себя, осознав свое истинное я, осознав свой дух, ты видишь, что это все искусственное. Это все иллюзия, на которую люди реагируют. А этой реакцией мы постоянно генерируем боль, страдания. Это очевидно. А раз мы генерируем, и реальность так построена, значит, это кому-то нужно. Ну, вот так вот. Это к вопросу о том, что мир, в котором мы живем, он простраивается, он выстраивается. Потому что люди, которые его простраивают, четко знают, что человек, который не осознает себя, он живет в своем информационном психическом пространстве. То есть, что проходит сквозь его сознание, он эту информацию, он в ней находится, потому что у него выбора нет. Тот, кто осознает себя, он не ассоциируется ни с какой информацией, ни с какой вообще. Потому что я понимаю, что я не ум. Я не ум. И я не мысли, которые внутри моего сознания. Я с этим не ассоциируюсь. Поэтому это на меня не влияет. Вот. Это ответ к тому, что мы живем в реальность, которая построена не нами. И вопрос на том, кем она построена, ну, это уже как бы конкретика. Если хочешь затронуть, то мы можем. Конечно, тут, ну, понятное дело, что этот вопрос всех интересует, но насколько сейчас этой целостности можно попробовать дать, давай попробуем. Как раз тут уже и был вопрос в чате, кто архитектор. Можно по ступенькам немножко попробовать пройтись? Смотри, во-первых, глядя, так, если по ступенькам, давайте проанализируем такие простые вещи. Еда, которую мы едим, и которая вот уже еда, она уже на 80%, даже я не знаю, в процентах не буду говорить, но эта еда, она уже искусственная. В большинстве случаев, в ней химикаты, то есть она вредна для тела. Второе, воздух, которым мы дышим. Машины, на которых мы ездим. Топливо, которым заправляются эти машины. Дома вокруг. Посмотрите на эти дома, на эти уродливые конструкции, деструктивные. Дальше банковская система, дальше все, что бы вы ни взяли, все, любой элемент нашей реальности, он будет деструктивным. Осознайте это. То есть мы живем в реальности, в реальности. Вот в этой реальности, которая виртуальная. Виртуальная, потому что в истинном я, эта реальность, она и видится как виртуальная реальность. Виртуальная. Она построена полностью на деструктивных факторах. Все. Вот я живу в деревне, 100 километров, и это любой скажет, кто живет в деревне. Мы не можем из колодцев пить уже воду, уже воды. Из колодца вода заражена пестицидами. Она отравлена. И так повсюду. Реки отравлены. В океанах плавают. То есть представьте, наша реальность превращена. Вот вопрос. Как мы, живя на планете Земля, на корабле, который нас несет посреди космоса, как мы можем жить в реальности, которая разрушает наш дом, разрушает наши тела, разрушает наши души? Как это вообще возможно? Как возможно построить и кто ее построил, эту систему, которая направлена античеловечно? Она направлена против тех, кто как бы ее носит, получается, против нас самих. Мы являемся носителями системы внутри, которая разрушает сама себя. Это поразительный факт. Ты понимаешь? Когда он становится очевидным, это поразительный факт. И вопрос возникает, как это возможно и кому это выгодно. И мы приходим из этого к тому, что мы, по сути, энергия и сознание. Мы живая энергия. И мы постоянно генерируем энергию. Так вот, если мы живем в среде, которая постоянно заставляет нас выживать на самом деле, то есть она не просто заставляет, она постоянно заставляет нас реагировать. И реакции, опять же, я говорю о человеке, который не осознает себя. Когда ты осознаешь свое истинное я, ты перестаешь реагировать на внешние факторы и начинаешь разворачивать все из себя. То есть на меня внешние факторы не могут влиять так же, как и на тебя, например, и на человека, который осознает, что он не все это. Он не мысль, он не эмоция, он не ум. Ты перестаешь реагировать. Но в общей массе люди реагируют. А чем реагируют? Страданием, негативными вибрациями. То есть можно прийти к выводу, что вся система построена так, чтобы вызывать в людях негативную реакцию. И тут мы подходим к концепции гаваха. Гавах. Гавах – это пища, или империл называют, это пища для инфернальных сущностей. То есть это я передаю, это не я придумал. Гавах – это у евреев есть такое понятие, вот гавах, которое передает именно то, что производят люди в целях некой пищи для неких существ, которые и стоят у истоков построения этой деструктивной системы. Вот так вот. Прекрасно об этом написано в Ветхом Завете. То есть если мы посмотрим на эту систему, кто стоит у руля банковских систем, во всем мире, ФРС, кто печатает деньги, кто управляет, в принципе, держит рычаги всего управления, то мы и придем, в принципе, к исполнителям. Я не говорю, что это конкретный народ, это некие группы людей, которые согласились исполнять программу тех, кто создает эту деструктивную систему. Вот и все. То есть люди сами соглашаются, они делают выбор. Люди или не люди. Но неважно, на земле они предстают вот как некие люди, которые проводят эту деструктивную систему и могут спокойно вот как сейчас стравить народы и как жертвоприношение. Это, ну как бы очевидно, все войны. Ради чего они? Да не ради чего. Нету причин оправдать войну. Ее нету. То есть война – это просто погружение всего человеческого поля в состояние ничайших вибраций, страха, ненависти. Все. Только с этой целью. Потому что то, что мы говорим, поделить все, деньги, за территорию, за национализацию, да ну чушь это все. Это для умов эта информация. А на самом деле это просто погружение души в состояние страха, ужаса и хаоса. И это единственная цель, зачем это делается. А сейчас это делается. Мы видим, как души, которые пришли сюда пробудиться, они все пробуждаются. Все. То есть мы начинаем осознавать себя и выходим из разделенности в свет, в единство, в осознание единства, что мы одно существо. Одно существо, и в это время пах, и начинается война. Ты понимаешь? И все, что они и говорят, это все чушь собачья. Это просто прямой способ погрузить людей в ужас и страх. Потому что эти сущности, существа могут жить только в этих вибрациях, только в низких вибрациях. И они хотят, чтобы мы генерировали страх и ужас. Вот так я это вижу. Давай тут пару вопросов так объединю в один и попробуем туда еще пойти. Ну, так я, наверное, от себя прокомментирую, что это часто как соотносят, наверное, с еврейской нацией, да, или с сианитами, или хазарами. Я сейчас изучу, ну, так этот процесс идет. Часто на это направлено внимание. Но я думаю, что мы это сильно не будем сейчас обсуждать, потому что суть-то не в самих людях, а в той сути, которая проявляется через... И то не всех, то есть через кого-то. И вопрос тут такой был, что это речь идет о рептилоидах и инстектоидах, или как там, я не помню. Можно сказать, если брать более широкий уровень, то да, в этом задействованы, потому что невозможно. У нас нет таких возможностей, чтобы простраивать целый мир, целую планету, погружать в такую систему. То есть этот разум однозначно нечеловеческий. Я даже скажу так, что то, что мы говорим, рептилоиды, инстектоиды, они тоже служители, это иерархия. Они тоже служат этому более высокому разуму. Более высокому. Вот в Библии, например, в Ветхом Завете. То есть раньше считалось как? Это удивительно, что Ветхий Завет, он написан о Люцифере. А Новый Завет написан об Абсолюте. Ты понимаешь, это именно так и считалось. Что Ветхий Завет, он написан о Люцифере. И многие раввины, они и говорят, что это для ушей как бы не лицеприятно, но наш Бог Люцифер. И Иисус в Новом Завете, это его цитата, он сказал фарисеям и книжникам, ваш отец, сатана, это прямая цитата из Библии, ваш отец, сатана. В Библии он представлен в Ветхом Завете, как и Его. То есть я так это вижу и выражаю это так, потому что Ветхий Завет, как бы образен он не был, это история геноцида других народов. То есть как может быть Бог избрать один народ еврейский и уничтожать все остальные. Что это за Бог такой, а? Как он может миллионы людей, просто младенцев, женщин, уничтожать просто на своем пути, стирать целые города. Это все описано в Ветхом Завете. Друзья, почитайте, это удивительное чтиво, вы можете просто цитаты оттуда доставать. И Моисея в этом тоже. Так, убить всех мужчин, убить всех, забрать младенцев и женщин, и скот, и увезти отсюда. Это прямые цитаты из Ветхого Завета. Вот сейчас мы наблюдаем то же самое. Ну то же самое, понимаете, люди просто, как мы все, получается, просто оказываемся в реальности, какого-то, ну вот в коллективной реальности, в которой, ну вот эту жуть опять нам предлагают, эту войну. За этим стоит тот же разум, который ведет все войны. И тут не только еврейский народ, американцы, они полностью, вот американское государство, Америка, США, построено на этой платформе. Это именно экспериментальное государство, построено вот этими сущностями конкретно. Не буду говорить рептивоиды, инсектоиды или проводники люди, неважно, они построены на нечеловеческом разуме, который все время ведет войны и спрямится к власти над всем миром. Вот так можно это охарактеризовать. Так, ну тут такой немножко философский вопрос, зачем это надо в целом, в целом, я так понимаю. Ну и, наверное, уже это я уже так от себя, это, что сейчас вот для нас выходом является, что для нас является, ну как бы решением внутренним. Нашим решением является выход в дух, осознание своей истинной природы. И все. И мы выходим сразу из этих сценариев всех. То есть ты начинаешь проявлять свой коридор реальности и ты начинаешь объединяться с людьми, которые также взяли ответственность и осознали, как строится, как простраивается индивидуальная реальность. То есть чем больше нас становится таких, тут образ цветка жизни идет. То есть я его и в занятиях проявляю. То есть если мы сферы, вот мы выходим выше я свое, все, состояние единства. И я сфера, целостная светящаяся сфера. И я соединяюсь с такими же сферами, как я в цветок жизни. То есть мы создаем нейросеть, которая работает на абсолютно других частотах. Абсолютно других. То есть мы перестаем реагировать и отдать свое внимание реальности войны, реальности разделенности. Мы перестаем просто туда смотреть. Понимаете, в чем смысл? Когда мы смотрим и реагируем, мы отдаем внимание туда и подпитываем эту ветку реальности, этот хаос. Когда мы начинаем проживать свою жизнь из сердца, из любви, из целостности, мы порождаем все. Мы начинаем жить в абсолютно другой реальности, в которой, по сути, нет войны, нет разделенности. И мы образуем нейросеть существ, которые уже разделяют эту новую реальность. В этой реальности нет войны. В ней есть милосердие, в ней есть творчество, в ней есть то, что ты можешь провести как дух через тело в эту реальность. И все образуется. То есть мы начинаем жить на других частотах. Это происходит прямо сейчас. Для меня это факт. И в практиках я именно это и провожу, что мы прямо сейчас уже переходим на другую частоту. И многие перешли, в которой уже нет разделенности. Мы не смотрим новости, потому что это мне ничего не дает. Зачем я буду отдавать внимание этой лжи? Зачем? Вот передо мной реальность, и я в ней делаю все, что могу, отдавая всю любовь своего себя, чтобы мир был чище, чтобы он становился более гармоничным и любящим. Вот так вот. То есть тут понятно, для нас это нужно, чтобы перейти в новую реальность, новое сознание. А для тех, кто войну развязывает, наоборот, наоборот, захватить сознание людей и погрузить их в состояние хаоса и войны. Всю землю. Они к этому сейчас стремятся. Их цель развивать Третью мировую войну. Позволим мы им это сделать, зависит от состояния каждого существа. Если мы будем в состоянии равновесия, силы, любви и ясности, то это не произойдет. Это не произойдет. Вот так. Ну что, тут, в принципе, если есть еще вопросы, еще можем ответить. Я помню, что мы, ну, во-первых, вот этот выход из этой деструктивной системы, я хочу напомнить, кто там следил за нами. И Витя тоже тогда это увидел, когда мы в небос, в небос, делали эксперимент, работать. Это был как эксперимент, но он был на основании нашего внутреннего, духовного и психологического опыта. Это не просто мы там как пошли в протест какой-то или в борьбу с системой. Мы увидели, как можно оставаться человеком и реализовываться свободно, не конфликтуя даже, даже не конфликтуя с системой. И Витя тоже тогда это заметил, и он духом и энергией тоже нам тогда поддерживал и помогал. Ну, тут вопрос такой еще есть. Как быть с теми, что наши ребята относиться с огромным уважением и благодарностью, потому что я еще раз скажу, что каждый находится идеально на своем месте. Идеально. Вот посмотрите на реальность. Другое дело, что ты делаешь на своем месте? Как ты это осознаешь? Тот, кто сейчас нас защищает физически, огромная благодарность, он на своем месте. Я делаю то, что я на своем месте могу сделать для других людей. И каждый сейчас находится на своем месте. И каждый делает то, что он может делать. К чему он готовился? Что у него как бы горит внутри? три. Потому что, опять же, скажу, что каждого ведет сила. И она ставит тебя на своем месте. И ты делаешь то, что ты должен делать. Ну, я это так вижу. Вот так. И кто написал, что война это сплошь от пробуждения спящих? Это так и есть. Так и есть. И это воля Божья. Все происходит по ней. Более мелкие сценарии вот этих вот столкновений это все равно то есть без войны мы не можем проработать коллективное бессознательное. Не можем. Мы могли сделать это, но человечество не смогло проснуться без войны. А сейчас у нас выбора просто нет. Мы все должны выйти в новое сознание и только так мы вообще сохраним цивилизацию. Сохраним вообще цивилизацию на земле. Только выйдя в новое сознание. Вот так. Потому что предыдущие цивилизации куда они канули? Вот они туда и канули. Потому что все время деструктивная система их разрушала. Все время этот эгоизм на грани вот этого всемогущества. В Атлантиде это было и до этого это было что люди все время заходили то есть начиналась Калиюга и мы заходили в этот деструктив и все время разрушались кто-то стремился власти все время использовалось оружие все время мы приходили к гибели и сейчас в принципе если мы не изменим свой курс и не пробудимся будет то же самое все ну то есть у нас есть выбор я к тому что у нас есть выбор ведь еще тут есть вопрос что он классный я думаю сейчас он интегрирует как бы сказанное как раз девушка которая писала что или парень не знаю что возникло сопротивление в последней части эфира и следующим там сообщением было что что часто что услышала много раз мы и они мы и они то есть это как тоже определенный конфликт или война на каком-то уровне и то есть как тут подняться над этим и воспринимать и проявляться из целостности мы они потому что как можно по-другому об этом говорить когда мы говорим мы все равно различаем и называем вещи своими именами как из целостности целостность это твое состояние состояние целостности которое ты проявляешь в действии вот и все я вижу это так но вопрос о том что происходит и все равно идет вот если брать на самом высоком уровне и смотреть вот из духа то все идеально на своих местах можно так сказать то что происходит это благословение происходит пробуждение происходит все здесь единство здесь полное единство идет пробуждение все происходит как и должно происходить отделяются зерна от плевел люди входят в свое истинное я где бы они ни были все отсюда нет но если говорить о том что происходит откуда идет это противостояние то мы все равно должны говорить о деструктивной системе которая пытается пытается так как это ее функция опустить уровень вибраций и стянуть то есть не дать перейти как можно большему числу людей в новое сознание в новые вибрации отсюда берутся мы и они ну а если смотреть сверху и представьте мы же все равно вот я живу на Украине например на Украине живу то есть как бы я вот в целостном сознании не находился я все равно вот на этой территории я делаю лучшее лучшее на что способен лучшее находясь на том месте где я нахожусь вот и все хотя внутри ну честно говоря во мне нету разделения людей на национальности на регионы на страны ну нету я с этим ну ничего не могу сделать ничего с этим не могу поделать вот ну нету и все вот и все я вижу опыт который мы здесь проходим опыт который мы здесь проходим и каждый выбирал выбирал и выбирает свое место в этом опыте что проживать Кто выбрал проживать на войне, он выполняет это. Я выбрал вот этот опыт. И так каждый человек делает выбор, вернее, дух делает выбор. И душа, как ей проявиться в этой реальности. Все. Плюс, естественно, это накопление человека, его кармический опыт. Что он излучает из себя на том месте, в котором он и находится. Вот так вот. Давай я от себя немножко тут добавлю. Ты уже сказал о том, что нет этого различия национальности и так далее. Я бы сказал так, что для людей, которые пробуждаются или пробуждены, я так чувствую, что это одна из задач сейчас соединиться за пределами этой разделенности. Особенно сейчас то, что происходит между Украиной и Россией и людьми, которые оказались как будто бы по разные стороны. Вот тут я чувствую, что в ближайшее время должен пойти процесс объединения на уровне духа. Славян, в принципе, ну и вообще людей, в принципе, ну и славян в частности. Вот поэтому вот этот эфир, как вот от меня, он отчасти и про это тоже хотел бы я передать. О том, что вот в этой иллюзии мы оказались как будто бы по разные стороны. И одна из наших задач, как подняться над этим, вообще осознать себя целым, это преодолеть вот эту иллюзию. Мы и они здесь на этом уровне и соединиться. Как действовать как одно. Так, ну что, Ксения, ты тут. Мы хотели еще рассказать про ретрит, который будет в Карпатах. Кто сейчас в Украине находится, будет в Карпатах в мае. Ведь можешь пару слов сказать? Это там будет сколько? Три дня, да? Да, три дня на Дорогобратье, гостиница Янтры. Волшебное место. Трехдневный ретрит мы проведем. По цене это себестоимость. Себестоимость это проживание и питание. Все это, все за что вы платите. Мастерам, если по желанию там донат. Все, то есть это все, что мы сейчас можем сделать. И мне видится, для тех, у кого есть возможность, это был бы удивительный опыт, удивительный в этом пространстве во время войны, выйти, выйти как бы в пространство без мовия, без телефонов, в молчании, через Кааны и через практики. То есть мы с Максом проводили на Занзибаре по такому образцу. То есть два раза в день идут практики. Утро, вечер идут практики. Активный йога, цигун. С телом, через тело мы работаем. Выходим, дух прогружаем в тело. И целый день идет практика Каанов. В молчании телефоны оставляем. То есть я думаю, это будет нечто удивительное. У кого есть возможность по такой цене приехать туда. Мы организуем из Ивано-Франковска там автобус. Я очень рекомендую. Очень рекомендую. 30 человек там янтры поместят. И было бы здорово, если бы мы собрались. Вот, было бы здорово. Ксюша, включи, пожалуйста, видео. Тебя не видно почему-то. Ксюша, организатор. Ключено. Есть? Все видно, да. Привет. Расскажи, да. Расскажи организационные моменты. Хотела бы просто от себя сказать, что это такая уникальная возможность сейчас побыть оффлайн в каком-то таком поддерживающем поле. И прийти сюда, восстановиться. То, чего нам всем не хватает. Ну, наверное, это была изначально самая главная цель. Собрать группу тех, кто есть в Украине. У кого есть возможность собраться. Все вместе. Вот, по организационным вопросам все очень просто. Главное иметь намерение. Там все легко. Добраться легко. Все возможно. Потрясающее место. Драгобрат, янтры. Просто красиво. Возможно, холодно. Возможно, будет тепло. Все неизвестно. Но как на ретритах у нас всегда происходит, все работает для нашего намерения. Поэтому главное сформулировать намерение. Там все пойдет по плану. А по организации мы будем в любом случае на связи организаторы с внешним миром. Не стоит бояться быть без связи три дня. Для родных будет возможность всегда тоже телефон организатора. Будет, чтобы они не волновались. Если нужна связь с родными, то она будет. Вот. Может быть, если есть какие-то вопросы. Да, есть вопрос по поводу детей. Можно ли с детьми? Четыре года тут еще. Ну, в общем, есть три вопроса по поводу детей. Ну, мы... Я сейчас отвечу, как мы обычно это проводили. Мы... Лучше, конечно, без детей найти способ, где их на это время, это не так много, три дня оставить. Мы однажды проводили там локдаун с детьми. Вот. Но лучше без детей, потому что это такой процесс организовать их. И вас будут все равно отвлекать дети. Так или иначе, там по вечерам, там будут как-то отвлекать. И ваше поле, если у вас что-то будет подниматься, вот. Дети будут в этом поле находиться. И вы тогда не сможете все-таки до конца, может быть, какие-то вещи открыть. Да, ты ретрит. Да, все же погружение в себя. Тоже у меня очень много спрашивают сейчас, когда мы собираем группу. Это все же не ретрит-релакс, а такое глубокое погружение в себя для тех, кому нужно восстановиться, найти свой, продолжить свой путь, либо направить, ну, у кого какие абсолютно намерения. Даты ретрита, Ксюр, скажи. Шестое, седьмое, восьмое травня. Шестый, семый, восьмый травня. О, немножечко позже будет с трансфером тоже очень, ну, из разных уголков едут, кто на машинах, кто на поездах. Будет чат групповой, там можно будет со всеми скоординироваться по трансферу. Кто со Львова будет ехать, кто с Ивана Франковского. Сразу же вопрос очень часто задают, можно ли на день раньше приехать. Можно будет, можно будет самостоятельно позвонить в гостиницу Янтры, забронировать себе место, либо подняться на Драгобрат, там тоже есть много работающих гостиниц на данный момент, и остаться там на день раньше. Либо в Есенях остаться на день раньше, а вместе подняться группой уже утром на ретрит. Ретрит будет начинаться, то есть мы должны уже собраться к 12 на горе и уже войти в ретрит. Уезжать будем 9-го числа утром. Контакт организации намерена поехать, но ехать буду из Словении. В чате, в принципе, есть информация в чате и в канале, и у Виктора, и у нас в ретрите нашем, поэтому, и у меня на страничках, у Виктора на страничке. Вот Ксения, организатор. Давай ты телефон, телефон напишем твой, и можно сюда в чат его, в принципе, выслать. Да, Telegram, Viber. Какой телефон, можешь там в чате сейчас написать? Да-да, пишу. Тут вопрос еще по поводу в Польше, можно ли такой ретрит провести в Польше? Ну, Виктор, пока в данных условиях, скорее всего… Я не могу пока выезжать, так что… В этой системе, про которую мы говорили, пока физически в Украине может провести только. Я сейчас организовываю в мае ретрит в Испании, и там есть переговоры в Бельгии. Там был по поводу Польши вопрос. В Польше пока нет места или организатора, который там мог бы организовать. Ксения, телефон выслала сейчас в чат, можете скопировать или переписать. Ну, в Европе пока ближайший месяц-два, наверное, скорее всего, я буду организовать ретриты и информацию тоже вы увидите там в соцсетях и на канале. Ну что, дорогой? Да, будем заканчивать. Друзья, спасибо всем за участие. Завтра, кто участвует в ретрите в 7 часов, эфир в рамках ретрита. В воскресенье эфир с Зареем в 6 вечера. Все, тогда до скорых встреч. Спасибо вам за участие. Всем мира. Благодарим всех. Всех обняли. Всем мира и любви. Пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова